Всем привет! Будет супер необычный влог, потому что влог из моего выходного, выходных трёх недель, где я была в Жанарке. Это мой родной город, где живут мои родители. Я, как всегда, каждый день просыпаюсь, иногда бужу детей, иногда готовлю завтраки. Но в основном в Жанарке я занималась в этот раз принятием гостей, потому что вот эта мадам заканчивает школу, и ещё будет день рождения мамы, годовщина смерти моего дедушки, и очень много будет разных поводов, где будут приходить домой гости. Быстро беги! Это я выгоняю Ельдоса из дома, чтобы он быстрее пошёл на свои курсы по английскому языку, и наслаждаюсь прекрасным солнышком. И сестрёнке, у которой завтра, 25 мая, выпускной, выходит ячмень. Да, я такая везучая по жизни. Да, у неё почти выходит ячмень, поэтому мы сейчас колдуем и говорим «Ячменюс, уходиус!» Давайте всё вместе «Ячменюс, уходиус!» Вот, если у неё выйдет реальный ячмень, наверное, будет грустно, потому что она так долго готовилась к выпуску, потому что она так долго ждала этот день. Да, грустно. Она плачет. Какая я радостная. Вот такая суперстрогая я снимала видео. 50 фактов обо мне. Вчера в телеграм-канале одна девочка предложила, я подумала, почему не снять? Как раз у меня одно видео отсутствует по графику, потому что я не успеваю. Вот такие мои. Каждый раз, когда я снимаю влог, у меня всё время мысли о том, как же скучно будет смотреть этот влог, потому что я не делаю ничего интересного. Ну, надо же. Не знаю, просто есть люди, которым сильно нравятся влоги. В принципе, мне нравится снимать влог. Просто я всё время волнуюсь, что он будет мне интересный. Мама с папой уехали в гости, они вернутся только вечером. Я делаю уборку, у меня руки все такие сухие, неприятные стали. И так как я осталась за взрослую, мне надо, в принципе, как каждый день, мне надо сейчас приготовить обед из баранины. Я хотела... Я не плачу. Я просто хотела... Я хотела приготовить варенье родителям. Я умею готовить не только пафосные блюда, но ещё и просто жаркое... Я почти закончила уборку по моему лицу и по моей интонации. Понятно, что я уже устала, потому что я начала уборку в 10 утра почти в 6 вечера, 8 часов. Хотя ещё 2 часа отвлеклась на то, чтобы приготовить обед. Эти неблагодарные дети меня ещё параллельно раздражают весь день. Короче, мама с папой приехали с гостей и привезли... Саркат? Я не знаю, как на русском. Саркат. Как? Гостиница. Гостиница, значит, привезли. Ля-ля! Мама с папой приехали с твой боль. Вот, я взяла туда яблоко и абрикос сейчас перекушу. Вкусненько. Моя рука воняет всякими химикатами. Я, наконец-то, закончила убираться везде, и всё, пришли все домой, и все начинают уже прям вот моментально создавать бардак. Но главное то, что я сделала влажную уборку, и всё, в принципе, не пыльно. Это самое главное. Не могу найти свою зарядку. Сейчас я должна быстро написать список и сходить за продуктами, потом начать печь уже десерты на завтра. Сейчас мы готовимся к завтрашнему будню. Я уже сходила за продуктами, короче, у нас эти сделала. Сейчас вот я буду печь красный бархат. Сейчас я вам покажу стол. Вот такой бардак сейчас происходит. Здесь делается тесто, тесто, тесто. А вот эта мадам убирает с противня сухарики, который я сожгла. Я за последний месяц раз, два, три, четыре. Четыре раза сожгла еду. Я не знаю, что со мной. До этого никогда я ничего не сжигала. Не сжигала. А вот эта мадам сейчас будет делать самсушки, а я буду делать красный бархат. И еще буду делать капкейки шоколадные. Время 12 ночи. Я сделала капкейки. Сейчас буду класть их в духовку. Пока жду, пока испечется бисквит для торта красного бархата. Маманта стежатор. Время час ночи. Я хожу, делаю манты. Довольно интересный сегодня получается день. На самом деле, кто знал, что буду час ночи делать манты. Или кто знал, что я сегодня чуть ли не сожгу до ума, например. Так, у меня появился помощник. Представьтесь, господин помощник. Он мог бы спать, но он не спал, играл в компьютер. А потом еще ходил, не спал. Я спал. Хотя я его заставляла спать. В итоге, раз он не хочет спать, я его заставляю. Не заставляю, я сам пришел. Он сам пришел мне помогать. Там еще баузаки жарятся. Валюцию видно? Угу. Всем доброе утро. Второй день. И время 5. Ой, 5 более. 7.40 утра. Я вообще не выспалась, но я встала. Потому что я хорошая сестра. Я хочу помочь Назико собраться. Помоги сделать макияж. Так что, давайте, пойдемте вместе поможем. Я сделаю ей легкий макияж с теневыми стрелочками. Ну, такой суперлегкий. Это еще только с тональным кремом. И вот здесь вот конечный результат. Но дальше мы еще раз увидим четче конечный результат. Еще я помогла. Назику попросила сделать макияж также ее подруге. Я ей тоже сделала. И вот такая вот красивая, красивая мастеренка пошла на свой выпускной. Но это не выпускной. Это последний звонок. И, конечно же, я доделала свой классный бар. Смотри, какой он красивый. И мы опоздали на последний звонок. Мы, короче, бежали, бежали, бежали. Мы пока все красились, готовились. Мы опоздали и пропустили ее выход. Но, в принципе, успели на все остальное. Вот это они танцевали вальс. Вальс мне очень сильно понравился. Их был суперкрасивый и вообще классный. У меня у самой не было последнего звонка. Поэтому я очень рада, что у них был и вальс, и последний звонок. Это очень классно. Только у них выпускного, к сожалению, не будет. И тут моя сестренка Назико делает последний звонок. Так как она отличница, ее вот, она, получается, звенит. И вначале она говорила, что она не будет плакать точно. И потом разрыдалась, когда папа подарил ей букет. Папа! А потом я поздравила быстренько свою другую красивую любимую сетреночку. Также с последним звонком. И очень быстро потопала домой. Мы в этот день официально никого не приглашали. Но мы усердно готовились для того, чтобы принять гостей, которые придут поздравлять с окончанием 11 класса, с окончанием школы Назико сами. И вот в целом они и пришли. Очень часто, когда приходят гости, я засыпаю, как только они взятся за стол, потому что я ночью готовлюсь и очень сильно не высыпаюсь. В целом в этот день также я на 3 часа, что ли, заснула. А у Назико был автопати после последнего звонка, и она надела моё платье, пыталась меня подкупить шоколадками, но, конечно же, я не согласилась, потому что я не люблю сладкое. И втопала на свою вечеринку, а я дальше готовилась принимать других гостей. Мой котенчик сладкий собирается спать вот в палатке. Папа вчера купил ему палатку. Доброе утро, в 9 утра, сейчас в 9.30. Я легла в 3.30, то есть легла я рано, но уснула только в 3.30, потому что я сделала вчера ночью всё, чтобы не уснуть, не специально. Просто я лежала на полу и видела таракана. Это просто убило мой сон на час. Потом я ещё включила дараму. Дарам была грустная, я лежала и плакала. Да, классный. Кстати, можете посмотреть дараму, называется «Завтра». Очень классная. Она не типичная, она вообще не ванильная. Она такая грустная. Но не просто грустная из-за любви или ещё чего-то. Взвесилась я, значит, и увидела на весах 62. Наконец-то, потому что последний месяц, за целый месяц, я получаю всего лишь килограмм. Даже можно сказать, если считать вес, который был месяц назад, и сейчас, это всего 400 грамм разницы. Но я всё равно очень сильно рада, потому что я 62, не видела супер давно. Ем кашу, которую кто-то из... кто-то либо маму, либо папа приготовили утром. Накройте дома, всегда в мультиварке, по утрам есть каша. Сегодня я удалила, не удалила, а уделила полдня на монтаж. И, в принципе, хорошо смонтировала в еде. Как видите, я радуюсь. Обед сегодня приготовил папа. Он омажает находить в интернете какие-то рецепты, потом это готовить и говорить о том, как он вкусно готовит. Тут мы все суперсильно радуемся папиной вкусной еды. И Назюко смотрит, это, кажется, не знаю, мой красный бархат суперкрасивенький. Это второй день, как этот красный бархат живёт. И вот так красивенько его можно нарезать. Я прогнала всех детей на улицу и закрыла дверь. И никто домой не зайдёт. Лучшая сестра на свете. Лучшая сестра. И я им сказала, что если они захотят в туалет, или если они захотят пить, пусть идут домой к бабушке. Мой дом они не зайдут, потому что они меня утомили. Ночь была очень-очень длинная. Я прямо, вот можете посмотреть, уже сильно устала. А это ещё только начало ночи. Яка и Ромик надувают шарики, потому что следующий день – день рождения мамы. И также годовщина смерти моего дедушки. Я готовлюсь принимать гостей. Я, наверное, прямо до утра занималась готовкой. Испекла всё, что только можно. И торт, и меренговый рулет, и испанский чизкейк. Но самое главное – я заказала букет с карагандой маме. И спрятала, чтобы мама не увидела. И дальше продолжила заниматься своими делами. Тут я пеку капкейки. Можно сказать, я немножко с ума сошла, потому что я прямо устала. Можно посмотреть по тому, как я уже начинаю гнать. Не знаю, как я могла столько ходить не спать, но я как-то смогла. Я, наверное, две сутки не спала. И ещё я проснулась потом. Я легла в 4 утра и проснулась в 6, чтобы приготовить пиццу, чтобы у нас был праздничный завтрак. Потому что весь день мы не будем обращать внимание, уделять внимание тому, что у мамы день рождения. Я хотела сделать что-нибудь особенное, хотя бы утром. У нас в семье есть традиция. Прямо с детства мы рассказываем стишки. Папа рассказывает всегда один и тот же стишок. Вот, и мы вот так очень классно поздравили утром маму. Прямо вот в 7 утра. И дальше у нас был праздничный завтрак. И мы дальше пошли принимать гостей. И Лёс тут суперрад, что помогает мне салатами. Было очень много прикольных ярких салатиков. Я, в принципе, наслаждаюсь всем этим процессом. Я люблю готовить, что-то мешать. Вот тут мама и братишка моего папы занимаются мясом. В мясо я никогда не лезу пока что, потому что у меня, в принципе, своих забот хватает. И ещё баурсаки. Туда я тоже пока что не лезу. Дома было очень-очень много гостей. И все помогали. И они одна, конечно же, там бегала. И все кушали. Очень много сладкого. Я не помню, когда в последний раз так уставала. Даже разговаривала... Боже мой, у меня даже голос такой слабый. Пришли ещё раз гости. Ещё одна новая партия гостей. Я спала почти 17 часов. Вот эти, что мы делаем. Готовимся к гостям. У нас опять новые гости. Получается, за три недели мы, кажется, четыре или пять разговаривали гостей. Тут уже приходили... На следующий день рождения моего мамы, моей мамы, извините. Приходили её родственницы, её сестёнки. И я хочу попать лодку. Котовывали всякие сладости. Мы поздравили маму с днём рождения. В этот день было еды ещё больше, мне кажется. Вот были очень красивые капкейки. Очень много, опять же, салатов разных. Я люблю делать салаты. Мама делала беш. Но мы не остановились на этом. Мы дальше ели, кушали. Кушали, ели. Было очень много сладкого. Очень много десертиков. Даже шашлыки были. И мы финально сновико убираемся. Мы тут надеемся, что это последний раз мы приглашаем гостей. Но, конечно же, нет. Сегодня нет никаких гостей. Но вы смотрите на то, как я выгляжу. Это очень страшно. Так что план на сегодня выложить видео и привести себя немного в порядок. Это ужасно. Давайте немного разнообразим контент человека, который единственное, что делает, это убирается. Что за ужасный свет. Так много лучше. И приведём себя в порядок. Я... Ой, какой свет. Я хотела сделать укладку. Везде не ходила. Ну, не везде. Несколько часов с такой прической. С такой. Но моя сестра зовёт меня в парк. И в парк я с этой прической точно не пойду. Поэтому давайте снимем. Так, вау. Ну, что-то да вышло сейчас. Давайте попытаюсь что-то сделать. Посмотрим. Это не то, что я хотела определённо. Но имеем, что имеем. Собираемся в парк. Лайк. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Кроме кто-то стоит. Подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на канал. Ты! Слышали, да? Я вернулась в прогулки с сестрой. Мы сейчас сидим вечером. Валяемся на диване. С детишками. И сидим отдыхая. И ела. А, ничего страшного. Пуська, мучка, пуська, пуська. Кажется, весь мой влог какой-то немножко поверхностный. И мы с вами ни разу не разговаривали. Я на самом деле очень сильно отдохнула. Уже находясь в жанрке. Хоть моя учеба и закончилась. Я потом некоторое время уже была в Астане. Но, хоть я и типа отдыхала, но я вообще не чувствовала, что я отдыхаю. Вот вообще ноль. А тут, в жанрке, я прям по-настоящему отдохнула. Сейчас ем завтрак. Хашу. Не знаю, как она называется. Она такая. Невкусная. То есть, не прям вкусная. Но на всю семью у нас всегда обычно готовят на завтрак кашу. И нет выбора, какую ты хочешь кашу, ты просто её ешь. Ем с орешками и сухофруктами. Наполняем. Сейчас закрываем крышку. Берём шланг и... А вообще, посмотрите, какой у нас красивый двор. Это Топчан. Там картошка, здесь одуванчики, здесь какие-то... А, это сирень. Было красиво. Ну вот, достаточно половина. Если вдруг кто-то не знает, как делаются манты, надо ставить воду. Не так много. Мне кажется, я тут слишком много налила. Да, определённо много. Но да ладно. Главное, чтобы вода скипела. И надо разложить манты вот в эту штуку. У нас здесь супергрязные стены. Это смотрится так страшно. Это просто комната. Знаете, наверное, в каждом доме есть комната, типа, где печка. Раньше тут стояла печка электронная. А сейчас тут стоит вся посуда, которая большая, которая на кухне не вмещается. Вот, и тут всё страшно, потому что мы здесь часто готовим. Клитка стоит тут. Волосы собрала. И интересный факт про меня. Мне очень сложно готовить без фартука. В жанрке в Астане я спокойно готовлю без фартука. Здесь сложно готовить без фартука, не знаю. Я вот привыкла всегда носить фартук. Потому что я много хожу на кухню, и я не вижу, куда у меня потом вся одежда. А она всегда в еде. Но почему-то я, короче, потеряла свою фартуку. Вы, наверное, заметили, что я всегда была в этом синем фартуке на протяжении прошлой недели, когда у нас каждый день были гости, когда я всё время готовила. Короче, давайте берём масло и вот такую штуку. И нужно, короче, маслом... А потом берём... Вот так. И ставим. Стекури. Всё, теперь засекаем 45 минут. Пока. Я плачу, потому что смотрю интервью... Нет, я, короче, есть канал ГАКУ, и там Эйзик, бывший мембер 901, там участвует. Уж с этими волосами. И мне грустно, потому что его нету 901. И я плачу. Пыталась также уделять внимание и своё время на монтаж и на написание сценария, даже на съёмку видео. Тут я вот снимала видео, был день защиты детей, и наш брат подарил нам такие вкусные мороженки, все были счастливы. Всем всё понравилось, особенно маме. Я снимала обложку на YouTube-видео. Всегда снимаю видео, потом делаю скрины. Встречалась со своими друзьями старыми. Конечно же, дети были со мной. Это мои одноклассники из первой моей старой школы, где я отучилась целых 9 лет. Было очень весело, и мы пели песню «Нантьюан». Мы три красивые сестры встретили 1 июня. Вообще-то уже 10 минут назад. 10 минут назад мы встретили вместе лето. Далее мои будни дальше наполнились приглашением гостей. Мы тут сходили за продуктами, и я наполняю багаж. Я у мамы и грузчик, и повар, и всё на свете. Посмотрите, какой красивый испанский чизкейк у меня получился. Я, кстати, вам не показываю каждый день, что я... Каждый раз, когда мы принимали гостей, что я готовила. Я вам показывала вот такой общий стол, но там было, поверьте мне, очень много всего. И, конечно же, традиционный у нас у казахов. Это называется «Узимызу торопшающий». Мне кажется, у всех есть такая штучка, когда все гости уходят, остаются только самые близкие, и вы садитесь и пьёте чай. Такой у нас красивый был закат, и я смотрела на то, как работают родители. Я же, конечно же, в огород никогда не выхожу, у меня сразу же аллергия меня берёт и убивает. Это уже последние дни, осталось очень мало времени, и мы готовили вкусно, и я напоследок решила помыть ковры. В принципе, это всё. Продолжение следует...